Мои имя Отца и Сына и Святого Духа. Книга пророка из Икииля. Третья глава. С 18 по 21 стих. Когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, а я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою. Если праведник отступил от правды своей, поступит беззаконно, когда я положу пред ним преткновение, и он умрет, то если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой, и не припомнится ему праведные дела его, какие делал он, и я взыщу кровь его от рук твоих. Если же ты будешь вразумлять праведника, чтобы праведник не согрешил, и он не согрешит, и он жив будет, потому что был вразумлен, и ты спас душу твою. Это говорит пророк в Ветхом Завете. Если Бог, а где этот Бог? Слово Божие. Господь сказал, мы просчитали, и нужно претворить это в жизнь. Господь сказал, и мы считаем, и делается страшно. Я говорю, что сколько к нам приезжали, и архиереи были, много священников, а у нас везде надписи между иконами, как и здесь. Свято-Анхимовское общество, община, поселок Потеряевка, Мамонтский район, Алтайский край. И только епископ, тогда он еще был не митрополит, Сергий, просчитал, подошел. Везде написано, откуда взято, глава и стих книга, а здесь нет ничего. Оказывается, она висела, солнце хватало и выжгло. 15 глава, 6 стих Иеремии. Я не пометил, можете просчитать, она зазвучит до злона в ушах. Он подошел, встал и стоит. Я подошел, он говорит, а где это написано? Мне пришлось подняться, так криво написать, а сейчас тут заказывать можно сделать. Надписи красивые, технически оплатные. Послушайте, 15, 6 Иеремии. Ты оставил меня, говорит Господь, отступил назад, поэтому я простру на тебя руку мою и погублю тебя. Я устал миловать. Надо просто воображать, как воображение должно быть развито. Я уже не один раз говорил, я иногда пользуюсь данными, которые выдает не церковь. Апостол Павел говорит, как там им перечисляют поэта. Критяне всегда лживы, утробы не сытые. Это берет из баснописок, как и из у нас Ивана Андреевича Крылова бы взял. И притом это неоднократно. Я считал надпись, это написано неведомому Богу. Это не в Библии написано, на жертвеннике. Это нисколько не принижает, а наоборот показывает, что у него глаз открытый. Из ничтожного извлечь полезная. Из Библии легко брать. А ничтожное, если ты извлечешь, сразу наградой. Я сделаю уста твои, как мои, говорит Господь. Будешь устами моими. Незначительное какое-то дело. Там увидел даже, ну как Соломон говорит, пойди к муравью и получишь. Ну что же, у него ситеты есть, я пойду туда. Нет, пойди к муравью. У них начальника нет. И как они работают, знают, когда непогода будет. Как они все входят. Видят, неблагоприятная погода, закрывают входы. И по ним узнают, будет ли нет завтра дождь. И как они работают. Как они дружны. А по идее, ленивец. Это 6 глава 6 стих притча говорит. Посмотри, как пчела работает. И мед ее любят все. От царя до раба. От муравья до медведя. А всего ничего она летает по цветкам, которые все видят, но взять никто не может. Никто. Все цветы мира, если собрать и хорошо придумывать машину запустить, ничего не получится. Больше всего по молоку шведцы разбираются. Сепараторы оттуда идут. И решили искусственное молоко. Что корова ест, посмотрели. Что у нее в желудке есть. Состав такой, можем составить. Но перемешать. Зеленое никак белым не могут сделать. И стали кормить каких-то животных. И все передохли. Никого нет. Маленько добавили, естественно, молока. Кошка живет. Значит, пойди и поучись. И здесь говорит Господь. Ты оставил меня. Ты отступил от меня. А ты сам определил. Отступил и нет. Да я немного там где-то. Нет. Вот смотрите сегодня, как у нас. Сколько людей нет, которые постоянно ходят. Я не знаю. Кто опаздывает на сюда? Тот, кто живет прямо здесь на территории. Шаги. Даже за ограду не надо выходить. И больше всего опаздывает. И ты немножко пропустил занятия. Не пришел в храм. Да это ничего. Нет. Ты уже отстал. Ты оставил меня, говорит Господь. И мы эти слова должны нанести. Бог сказал. Библию закрыли. Закрыто не видно. А ты теперь пойди и скажи. Будь рупором Божьим. Ты оставил меня, говорит Господь. Я простру на тебя руку мою и погублю тебя. А то Бог любит грешника. Не любит. Он убивает его. Если кающийся грешник, это дело другое. Я простру на тебя. Почему? Ты раз приходил на исповедь, говорил, каялся. Я устал миловать. Но это уже... Ну, Бог не устает. Ну, чтобы мы это поняли. В конце концов, сколько можно прощать? До седми же семидесяти. Четыреста девяносто раз. Общий. Так. По математике. Но и тогда конец придет когда-то. И вот мы просчитали. Ты видел, человек согрешает. А почему не сказал? Вот есть такое слово безразличие. Его зарядим в поисковик. Его нету в Библии. Но смысл понятен. Я вот о своей матери слышал. Евангелие она не знала. И говорила. Бог говорит, терплю до конца, а буду мучить без конца. Да, в Библии это есть. Денский огонь. Никогда не вечная погибель. 25 глава Евангелия. Но такой фразы там нет. Но она рассыпана. И слагается все вместе. И так. Не быть безразличным. Безразличным это пословие снова на это. Моя хата с краю. И я никого не знаю. Православный какой. Глаза потопленные. Про себя считать Иисусом в молитву. Никому ничего не говорить. Быть кротким и смиренным. И где-то за стены забить. Садущий в монастыре. Там покормят тебя все-таки. Научиться есть в неделю один раз. Вот это можно сделать. Но где ты перед Богом будешь. Мы считаем Петра Афонского. Он был в плену. Знатный. Воин. Попал в плен. Молился. И Господь послал Георгия Победоносца. И он его вылез на коне. И он в горах один живет. Один. И он не думает о том, что у него подчиненные. Там дворяне. Которые не знают Бога. Развращают людей. Крестьяне Бога не знают. Кто-то прослышал про него. К нему присылает оттуда делегацию. Приди. Мы Бога не знаем. Ты расскажешь. Говорят, ты знаешь. Это не от Бога. Это от сатаны. Пошли вон отсюда. Значит, божественно стало от сатаны. И дозваться никак нельзя. Это безразличие. Безразличие мы видим. А ты молчал. Ты видел, делай это неправильно. Промолчал. А таких людей очень много. Они среди нас есть. Они никогда не подойдут. Если разозляться, что ты их тронешь. Что-то они тогда бунтуют и кипит, как смола в котле. Только их не трогай. А остальное меня это не касается. Оно все касается. А почему я должен говорить? Да, это может быть другой верой человек. Что у нас общее? Злато, он говорит, все общее. Солнце одно, земля одно, воздух один. Как ты мог так сказать? Мы все от Адама и Евы. По Адамам все, братья и сестры. Какой бы веры и ереси не были. Во Христе это другое дело. Кто родился свыше. Я хотел показать по Библии, как Бог сурово наказывает людей, которые безразличны. Которые не обречают. А вопрос, как обречать? А кому? Имеет ли право женщина обречать? Подойти, допустим, к священнику и к епископу сказать? Библия на все отвечает? Нет. Женщина, если хочет узнать что-то, дома у мужей своих. Ну, коринфи, они это не знали. У нас, смотрите, своя община, мы как одна дома и спрашиваем здесь. Можете спрашивать, не в храме, в трапезной. Если кто хочет знать дома, а обречать нет. Нигде ни в Библии, ни в житиях мы этого не находим. А мерзких, мерзких можешь обречать. Ты можешь на работе сказать. Ты видишь, где-то неправильно поступает. Но только рассчитай свои силы. Ты кого-то обречаешь, это означает, ты выходишь на тропу войны. Вот. Приходится видеть иногда так. Я нахожусь в вузах. Камеры, дальше некуда, молюсь. Но слышат, я все равно слышу. Двое спорят. Спорят о деле. И отвечает один правильно, другой неправильно. Уже разгорается огонь. Я могу сейчас прекратить это дело. Как сказать? У меня пока врагов нету. Я стеснен стенами. Я никуда не выйду. Сейчас я скажу. Вот этот прав. Этот у меня враг, он меня уже отсюда не выпустит. Я должен рассудить. Имею ли я возможность выйти отсюда? И эти люди не верующие. А если он узнает? Да какая разница ему? Узнает он, не узнает. Они о Боге речь ведут-то они. Если речь идет о Христе, об ересе, тут мы должны говорить. Не смотреть ни на кого. Вот это слово безразличие мне хотелось бы осветить во свете Библии. Брат прочитает нам сейчас. Присча Соломона 8.36 А согрешающий против меня наносит вред душе своей. Все ненавидящие меня любят смерть. И обречить его кто-то должен. Посмотрите, правильно прочитали? Присча Соломона 8.36 Мы под этот стих подведем и другие стихи. Когда человек человека обречает, и как? Наедине. А он не понимает. Возьми двух-трех. А он не понимает. Скажи, все и общины. Но он и тогда не кается. И тогда добудет, как язычник и мытарь. Он исключается из числа спасаемых. Не здесь на земле только. И там небо утверждает это. Тридцатая глава. Пятый-шестой стих. А они у нас при выходе из храма. Эти два стиха глаголят нам. Всякое слово Бога чисто. Он щит уповающим на Него. Не прибавляй к словам Его, чтобы Он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Я неоднократно уже говорил и батюшке. Зачем добавлять к словам Божьим? Написано, не добавляют. Какими, разницы нет. Вот это слово Божье в корочках. Другого больше нет. Но у нас здесь 11 книг нет. Ну, крупно я поэтому ее беру. Крупно написано. Не прибавляй к словам Его. Как? Я говорю, Отче наш. Кто наручил считать? Христос. Когда ученики попросили Христа научи молиться. Батюшка считает здесь, во всех храмах православных, считает, добавляет. Ибо твое есть царство Отца и Сына и Святого Духа. Зачем вы Отца и Сына и Святого Духа вставили? Ну, еще плохие слова. Тебе рассуждать-то не надо. Это яму копаешь. Не добавляй ни слова написано. Ни слова. Об этом в Таразаконе говорится. Об этом заканчивается Библия. Не добавляй к словам Его. Книги сей. Кто добавит все язвы на ложу, о которых написано. Все вирусы на тебя напущу. А если отнимет, что? В участии в книге жизни вычеркну. Это мало для нас. Поэтому или ты не пользуешься Библией, или ты истинно ее глашатой будешь, как трубач. Не прибавляй к словам Его. Зачем добавляют? Я обращаюсь к митрополиту. Вы можете убрать? А как убрать? Ну, ибо твое есть царство, сила и слава, обидеть, как у нас считаем по Евангелию от Мопея. Ну, у нас же... Что у вас? Вы молитву свою сосорочили. На что составлял Бог? Слово Божие, да. Зачем вы туда? Это отарили. Он напугал вас на тысячелетие. Отца и Сына и Святого Духа. Нет там этих слов. И не в веки веков, а в веки. Веков не надо добавлять. Это добавка. Ну, знаете, если что-то чистый продукт, то добавки делать туда нельзя. Хорошее или плохое, вы знаете, хорошее обошлось дорогой ценой Саулу. Господь сказал, захватишь, скотина какая, все предай смерти. Вернулся, ты все сделал как? Да, я победил. А что это? Бление овечек, быков. Это самое хорошее, жирное. Я оставил Богу в жертву принести. Тогда Богу в жертву принести. Бог говорит, мне принадлежат все звери и птицы на всех горах. И он сразу говорит, Бог отнял от тебя царство. Богу не нужи, прибавщики. Вы молитесь о священстве, чтобы не прибавляли к сломанию. Они или Слово Божие не берут, или добавляют, или убавляют. Хуже всех знает Слово Божие православное. Если еретик, сектант, он считает, у него больше нечем пользоваться. Библия одна. Он не в церкви, но он строго держится этого правила. Вот у нас поется где? Прославляет Божию Матерь Кадар. И везет счастнейшую херавиум. Зачем в эту песню, которую она сказала, вставили? Составьте свою. Мало было песнописцев. Я сколько об этом бьюсь, говорю до самого верху. Нельзя. Сделать можно. Отступить можно. С десятого этажа можно ногу перенести через окно. Но назад возврата уже нет. И люди, новое поколение, они уже ссылаются на то, что меня так крестили, то есть ладошка мокрая по голове. Нет крещения-то. Люди не крещеные. Как так? Что, патриарх не крещен? Не крещеный. Ты что, людей боишься? Не льсти никому. Богу льстицы не нужны. Апостол Павел об этом неоднократно говорит, и мы прочитаем сейчас. Матфея 18 глава с 15 по 17 стих. Это как эпиграф. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то добудет он тебе, как язычник и нытарь. Я прочитал из Матфея, сказал, и теперь глядим и Лука. Небольшой, маленькая разница. Потому что Господь не один раз, видимо, говорил, и поэтому каждый как запомнил, так и идет. Учителей много. А научить правильно могут очень немногие. И у царя Феодосии было два сына. Аркадий и Гонорий. Феодосий Великий. Слово Великий с большой буквы. Император. Святой. И он решил найти самых лучших учителей, которые бы его сыновей в дальнейшем сделали императорами. И стали искать, чтобы знал божественное, все, от корки до корки Библию, и всю мирскую науку. Все знал. И математику, и химию, и литературу, и поэзию, и астрономию, и все. Государство разелено было на две части. Проискали, нигде нет. Объявили там, где Рим, вторая часть империи была, найти. И там нашли одного. И вы знаете, как его было звать? Арсений. Знал то и другое. Ну и когда сказали, идти к царю, он не идет. У него круткий был дух такой, смиренный. Тогда царь сказал, сколько людей бы ты научил, тот-то, который оттуда, царь-то. Надо пойти. Ну, ему, конечно, звание там присвоили, там, видимо, министром, депутатом, полномочным представителем президента, как сегодня, с полными полномочиями. И вот он учит. Царь зашел однажды, говорят, учит. Надо проверить, как учит. Он зашел, дети его сидят, нормально. И он говорит, так, а кто учитель здесь? Так я, ваша императорская меча. А это кто? Ну, ваши царские дети. Здесь нет царских детей. А ну-ка встать! Учитель должен сидеть, а вы стоять перед ним должны. У нас в школе-то все извращено. Попробуй так, скажи сейчас, чтобы стояли, а учитель сидел. Это немыслимо даже. Итак, здесь императоров нет. Если они не будут научены главному, служить как Богу, они не нужны на земле, тем более руководить. Ты их наказывай, ты их пари. Да разве сегодня скажут, попробуй тронь где-то. Я знаю, 44 года, директор, начальный клагеря детского. Сколько раз меня проверяли и КГБ, и прокуратура. У меня написано в уставе, применяется физическое наказание. И врача, кандидат наук, осматривают, ну хоть бы одно пятнышко нашли, каюк мне, три уголовных дела возбегли, и все лопнули, ничего нету. Тогда говорят, а ну уберите, ничего не нашли, нигде нету. Я говорю, есть. Я их наказываю. Ну почему ни один ребенок ты не показал? Всех допрашивай, по одному ребенку. Ну я разрешил. Нет ничего, нет. Если не будет страха Божьего, я не справлюсь с ним. 44 года. У меня заместители были, были помощники, волонтеры, но наказывать я никому не разрешил. Ни разу. Это самое сложное дело. Как наказать? Когда? Чем? Чтобы он это понял. Ну все-таки вы наказываете. Конечно наказывающего. Я показываю крапиву, вот он. Мальчик, 7 лет только приехал, и сразу вопрос, а у вас материться можно в лагере? И он сразу же у меня, говорят, что пролетел на этом. Я Алешу туда позвал. Так, ругался, ругался. Давно ругаешься? Он не мог ответить. Я говорю, сорвал жгучее крапиву, положил ее, проведи губами. Ты чтоб запомнился. Он слезы. Ну что с ним делать? Не надо, все. Все в это время молятся в лагере. Мы вышли. Алеша боится. Крапивы боится. Я беру крапиву и зубами ее рву. У меня губы вот в пупырях все. И все засмеялись. Не боюсь, пошли. Все, урок сделанный. Он сам провел. Я его не наказывал. И больше ни разу от него плохого слова не слышали. Как это делать? Ты руководитель. Для руководителя я неоднократно говорил, это вывели мирские люди. 6к сейчас должно быть. Воображение, знание, умение, решительность, беспощадность и привлекательность. У нас есть люди, которые 5 качеств имеют. 6к никогда не добудут. Почему? На первое место выходит я. привлекательность. Тебя нету. Там собираются дети, подчиненные. Все делают так, как вы сказали. Ты незримо среди них присутствуешь. Главное привлекательное качество это Библия, истина. Самое привлекательное качество во Христе. Нам идти некуда. Наш Господь всем качеством отвечает. И мы сейчас посмотрим по Слову Божию. Вот однажды, хочу сказать, закончить. Аркадий как-то провинился, и он наказал розгами. Ну, розгами там похлестал. Нет, на конюшню. Так что следы от розок остались на всю жизнь. И он, видимо, отхлюпался, отплакался, и потом говорит, за отца как-то был императором, я его сразу убью, это Варсения. Ему это пересказали, и он бежал. Бежал, под нищего оделся, и всю жизнь прятался. И как будто бы голос был, удались и молчи. И он громадное знание похоронил, знание, которое да Бог похоронил. Откуда, как молчать? Это все демонаха будет. А его разыскивали по всем пустыням, нигде не могли найти. Монах скрюченный, считать не умеет. А у него все академические звания. Я его не сужу, я только говорю, какие были времена. Для нас сегодня мы считаем Левит 19-17. Это Ветхий Завет. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнюю твоего, и не понесешь за него греха. Вот и все. В Ветхом Завете. Пойди обличи его, не проходи мимо. Теперь скажи, когда ты в последний раз и кого обличал? Я обличаю все время вас опаздывающих, и которые на занятия не оставляются. Вы не просто отстаете, вы уходите. Сегодня время благоприятное. Сегодня еще можно все это поправить. Проходим материалы по Библии, с толкованием блаженного феофилакта, решаем все вопросы. В интернете вас нету, а у нас в интернете содружество. Люди из разных стран. Звонок через два часа раздается. Звонок. Мы что-то делаем дома, уже услыхали на молитве. Десять минут молитвы, десять и восемь минут примерно. Люди из разных государств. Почему вас там нету? А ведь у многих есть интернет. И какие вопросы решаются там. Какие люди с какими знаниями. У нас интересное сообщество. Знают Библию. Авторитет Библии абсолютный. Святые отцы приходят в сектанты. Делаются православными. Вот это наша Елена Фавор из Ливана. Наталья Томасата из Германии. Жанна это Викторова жена из Франции. И все утренние правила, они стоят на вечернее. Истерист каждые два часа молитва идет. Как это полезно. Я вам предупреждаю. Это не всегда будет. Интернет закроют в один день. К этому все рядом, рядом где-то будет. Отключат и ничего нет. Электричество уберут, все кончилось. Поэтому приобретайте книги, находите. Библию себе достаньте. Вернется все на прежнее. Итак. Язык Елене еще 3.26. Там же где было заклад. 3.26. Язык Твой я прилеплю к гортани Твоей. И ты они имеешь, и не будешь обличителем их, ибо они мятежный дом. Бог приклеил, говорит, твой язык, придет время, губами будешь шевелить, а звука ни одного не будет. Вот еще какое. Так что неужели Бог всем языки прилепил? Вы же видите, как ведут себя ближние люди, соседи. Где? Кому? Когда? И первый вопрос ставьте. Стоит ли вмешиваться? Стрясть очень легко вытянет. Тебя так ответят. Такие аппетиты дадут. Таким репьем тебя обклеят со всех сторон. Ты ничему не рад будешь. Поэтому взвесь. И надейся на Бога. Скажи, Господь говорит так. Писание говорит. Только по Библии говорите. И тогда всю ответственность за то, что вы скажете, берет Господь Бог на себя. А Он не примет. Отойди кротко и смиренно. Многое делается не так в мире. И везде ли это можно сделать? Что-то дело видел. А видел, в карман везет кому-то. А второй стоит рядом с бритвой. Ты только сказал, он подошел, как по глазам двух глаз нету. Это было не однажды. Будьте к этому внимательны. Первый фессалоникийсом 258. Это много закладок, брат. У него неудобно сразу все открыть. Первый фессалоникийсом 258. Ибо никогда не было у нас пред вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корысти. Бог свидетель. Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы. Но были тихи среди вас, подобно как кормилица. Он нежно обходится с детьми. Детьми своими. Так мы, из усердия к вам, восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши. Потому что вы стали нам любезны. Как просто. Были тихи, смиренны. А на самом деле, на апостол Павла говорили, в посланиях своих он грозен. А в личном присутствии он слабый и тихий. Мне приходилось это слышать, от архиерея одного ехал. Он думал, наш архиерей и тихий. Как я буду ладить с интернетом? А приехал, уже со мной знаете и спрашивает, а кто он? Почему? До этого я неоднократно говорил, что делается не так. И он думал, что в личном общении я буду так. А в личном общении мы пошли пости вместе. Овечек целый день пошли, на столу лежали, беседовали. Нам делить там нечего. Я только сказал, откуда это происхождение. Итак, нужно быть очень внимательным. Почему отменили эпитемии? Эпитемии в книге правил. Сколько женщин, которые делали аборты, которые ходят в церковь, и они не знают, что за это здесь на земле. Правило Васильевика II. 10 лет от ущения от церкви. 10 за один. А почему попы не говорят? Вы их спросите. Почему они не говорят? Слепые вожди слепых. И те, и другие упадут в яму. Если не накладываете эпитемию и допускает до причастия, златоуст говорит, гибнет и священник, и тот, кого допускает. Мы среди мертвецов живем. Ну у вас все не так, там вот одеты так. О, одеты наши чудные сестры. Как они выглядят? Это все по старинной форме. Так одевались. Мы не придумывали. А мусульмане так одеваются. Мусульмане взяли от православных. Посмотрите на икону. Настоящий хиджаб у Богородицы. Как она прикрыта. Василий Великий говорит, у верующего все другое. Об этом говорит Ян Камынский. Он его называется главный учитель для людей. Учитель всех учителей. Христос, конечно. И он определенный говорит, как идти, Василий Великий. Как стоять. Как одеваться. Как сидеть. Это же Арсений Великий любил нога за ногу делать. Некоторые верующие так же делают. Нога за ногу. А как ему сказать? Боятся все. И братья придумали. Я сяду рядом с ним. И нога за ногу положу. А ты мне сделай замещание. Он поймет. И он говорит, разве, это прилично. На людях нога за ногу. Особенно, когда женщина. Особенно, когда платье на 30 сантиметров выше колен. А рядом сидит священный и говорит. И они так сидят. Так и сделали. Он сразу потихоньку ногу убрал. Больше никогда не делал. То есть, как обречать. Как подойти. Это целая наука. До кого он виновен. У тебя, допустим, с детьми как? Требуется наказать. Он должен сам выбрать. Я ему предлагаю три горячих сеткой. По теплому месту. Или остаться без завтрака. Ладно, без завтрака. Без завтрака? Все, без завтрака оставайся. А который... Я согласен, чтобы наказали. Он за смелость тебя наказывать не буду. Садись, ешь. То есть, люди понимают. Нужно быть смелым. И в обречении, и в действиях. Кто забывает одежду. Говорит, мать приходит со школы. Портфель оставил. Там играли, вместо столбов. В футбол играли. И портфель забыл. Я говорю, у меня они не будут забывать. А почему? За обед садятся. Дежурный, обойди вокруг. Собрали. А ребятички знают все это вещи. Он обязан взять, над головой крутить. Три раза вокруг лагеря отбежать и кричать. Я забываю одежду за станом. А пока бегаешь, что мы съели, тебе в рот не попало. Я его наказал. Физически бегать. Это физическое наказание. Придумайте, какое наказание нужно быть людям, которые сегодня везде курят. Как мы написали надписью потерянки. На территории деревни курить запрещается. Еще ни один не закурил за 30 лет. Я каждому говорю, 13 до 15 лет отнимает эта вонючая травка жизни твоей. И с самоубийцем я разговаривать не хочу. Все. Бросаю. Ну, одно, два предложения. И человек принимает. Считаю. Эфисянам 5-6. Обличать нужно за лжекрещение. Не крестят, как должно. Говорит всем. Но во многих местах уже купели, стали строить. Я раньше писал каждому архиве письма. А если патриарх, мощеный, пусть приезжает потерявку, покрестим. А если епископы, пусть приезжают. Примем всех до одного. Получат крещение и дальше пойдет все, как должно. Без полного погружения. Слово крещение переводится погружение. Кто знает иностранные языки? Таупон по-немецки. Баптизен. Погружение. Другого нет под перевода. Какое погружение на капельном полу стоит человек? У нас ни одного нет мощеного. Можно сделать, а то можно в большом масштабе сделать. Когда мы в интернет вошли, люди пошли к священникам. Поехали на Афон. На Афоне вообще это мощение никак не признают. Всех до одного крестят. Войны осенецки. Лука, канонизированный. Он исповедник. Он много перенес на себя. Который мощеный, он их всех крестил. Это обман. Это не мои слова. Библия говорит, каноны. Апостольское правило 50-е. А если не в три погружения, да будет извержен. Священник теряет сан. Итак, Ефесянам 5-6. Никто да не обольщает вас пустыми словами. Ибо за это приходит днев Божий на сынов противления. Это сыны противления. Сыны противления это дьявол. Противления это вражеское. Сатанс. Это противник называется. Противление против идет. А можно ли сделать... Вот это не надо вопрос ставить. Бог это делает. Мы Слово Божие до них доносим. И мы им говорим, этого делать нельзя. Вот поэта что есть. Просчитали. Ты видел, он согрешает. Я всегда об этом говорил. Президент нашей страны выступает и говорит. Вы знаете, кто у нас главный враг? Все думают, ну кто? Украина может быть? Или Турция? Америка? Нет. Главный враг. Он не называет, но дал понять. То, что люди получают мизерную зарплату везде. Воры сидят рядом там. В масках все сидят. Они никакой пользы не приносят. Если учитель получает гроши, а министры 3 миллиона в месяц, то, наверное, разница есть. Для чего царя было свергать? Там этого не было. Такого неравенства. Итак, надо обречать. Надо. Но как? Это целая наука. Сначала посчитай Слово Божие. Может быть, в писемном виде надо сказать. Мне в прошлые годы пришлось писать всем патриархам, писал в ООН обречительные письма. И всем генеральным секретарям партии. Меня вызывали, крепко допрашивали, но за это меня не посадили, ничего. За другое посадили, что распространил. 50 книг насчитанных. Считаем. Бытие 2.17. Дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Дерево познания добра и зла, это наука целая. Надо узнать, что полезно, не полезно. И в день, в который ты вкусишь, ну, один раз уколись. Все, подсел, говорит, на иглу. Ни разу и нигде, и никогда не разговаривали с этими людьми. А дети пошли и научились, не отдавай в школу. Многие учат их дома, потом экзамены сдают. Да как, где денег на учителей взять? Сам учи. Один пошел там в университете, не сдал. На третий год не сдал. Дед разгневался, 84 года, нарисован на коляске. Поехал в университет, подал заявление, и все до одного экзамена сдал на пятерки. 84 года. Вот утер нос, говорит, внуку. Надо учиться. Тем более, Бог с нас требует знания слова твоего. Знание слова должно быть точное. Вот у нас ни одного слова не искажается. Почему? А я даже не перепечатываю. Другой человек считает. Он даже не знает, какая будет тема. И он не добавляет ни одного слова. Вы это оцените. Это необычный способ проповеди. И он вынужден, может быть, считать. Но он добровольно делает. То, что я слабее, вижу и плохо слышу. Мне это очень выгодно. Я написал, какие места он просчитал. Да и громко, внятно. А не безумно ртом щамкать. Так. Первое Петра 5.2. Так говорит Господь Бог. Не Петр это говорит. Это Дух Святой. Написано все писание Бога Духновенно. Писали вот святые, божьи человеки, будующие движимы Духом Святым. Мы должны понимать так. А не то, что Петр сказал, да мало ли, рыбак еще скажет. Нет. Дух Святой, говорит, церковь признала Библию, называется Священным Писанием, или Слово Божие, или Святая Библия. Это у нас Библия, а в других языках везет. Ну, по-английски. Откроешь Библию. Вот и все. Галина Библия. Все другие слова, спереди стоят слова. Прямо на корочке написано Святая Библия. Holy Bible. Все. Святая Библия. Научитесь говорить так. Итак. Спасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и Богу угодно, не для гнусной корысти, но из усердия. Вот это только включите. У нас жизнь в церкви изменится. Торговля будет убрана. Священник уже отпускает людей. Священник купили. Так, смотрите, около... Я говорю про Покровский собор. Там за поворотом торгуют с вещами. Не берите. Брать только в касте. А тут зеленое еще. А там продают с пасеки. И дешевле продают. Не берите. Почему? Корысть. Главная беда церкви – корысть и трусость. Трусость и корысть. Из этого выйти никак. Они кого обречают? Нет. Кто обречал? Андрей Кураев. Про дело узнавал? Я не говорю. О незнакомых людях. Он знает про Пестор. Там все звания у него есть. И он услышал о том, что домогается, когда женщин преподавателем в семинаре. Он восстал против этого. Где его? Сняли саны и прочее. Это не на пустом месте. Сколько таких есть у нас? Что лишнее берут на себя и торгуют чем попало? Я могу назвать. Максим Каскун сказал. Лишили саны, страду убрали. И головина Владимира, он не пьяница, ничего. Потому что средства потекли в другое место. Я видел, с каким плащевным голосом патриарх говорил о том, что дали этот Томас в украинской церкви. И теперь они повернули туда, Греции и все. А сами как поступали с теми, которые от католиков тогда пришли. Это были люди-то эти униаты. В чужие храмы залезли. Вы забыли это? Советская власть отобрала, тех выкинули, а вы займите их. А теперь пришло время вернуть назад и вернули. А тут начали бить и прочее. Мы должны вспомнить, что мы посеяли. Почему терновник такой вокруг нас растет. Почему люди бегут из государства. Молодые люди валом валят отсюда. Я семьи не могу создать. А чем я ее кормить буду? Убегают. Какая-то маленькая страна Ливия. Рождается человек, рождается. Его пометили. Родился Ахмат. Сразу ему на сбережку 75-200 тысяч долларов. Любому ребенку, кто бы он ни был. Бесплатное электричество, бесплатный газ. Для всех. Он неугоден был. Мамар Кадапи. Убили его. А сейчас там раздрая невозможно, что делается. А мы что, знали? Молились за него. Так он не язычник. Он мусульманин. Мы молимся за порядок, что там христиане. На них гонения воздвигаются. А они жили безопасно. Почему нас это не касается? Ты промолчал. А что я могу сделать? Ты ничего не делал, поэтому ничего и не знаешь. Я сколько раз видел, что сделать ничего невозможно. И Господь дает возможность сделать. А результат такой, который ты не знаешь. Я иду. У меня две собаки. Я просто обращаюсь к своему опыту. Работаю и домой иду. Гляжу, грабят вагоны. А напротив нас, туда и сюда, останавливаются вагоны. Там холодильники вытащили, ковры, масло, что-то. У меня две ученые собаки. А их три человека. Я их принудил. Сейчас же погрузить обратно все туда. Погрузили. Вы дайте слово мне, что больше никогда не придете. А я вас нигде никому не скажу. А все равно увидели. Утром у меня уже милиция. Линейный отдел. Барнаульский. Кто был? Ну, вы ловите их. Ну, вы же это сделали, что вернули все. Да, я дал слово, что так. Они меня потом, эти преступники, найдут. Как они Бога благодарили. Больше ни разу они не являлись. Я не безрассудно сделал. Я мог погибнуть там. Это Бог делает. Я понимаю. Вижу в окно. Уголь привезли. Один у меня ворует его уголь. Гляди-то, оглядывается. Я не могу смотреть, как он боится. Я пошел и сказал. Ты, Аркадий, не бойся. Я еще привезу. Бери, у тебя детишки есть. А у меня тепло в комнате. У сколько? Ну, три градуса тепла. Я свободно переношу. Так он такой друг сделался. А там ничего всего-то. Ну, взял он полтонны, допустим. Ну, только делов-то. То есть, все время возможность появляется какая-то. И обличить одновременно. И воровать он уже не будет. Сказать надо. Подошел просить деньги. Я недавно освободился. Хлеба купил не за что. Я могу обличить. Молодой парень не работает. Но я ему дал и пошел вслед за ним. Он в магазин зашел и подошел, подает, где вино я потихоньку раз забрал. Он у меня, а я рядом стою. Так, хлеб вон в том отделе продается и пошел домой. Он ни с чем остался. А вы когда-нибудь так делали? Никогда один раз. А почему так сделали? Не знаю. Но ему было стыдно, стыдно. Он знал, кого он обманул. Вы никогда не проходите мимо. Особенно, когда дети. В разные вот эти... Мы повесили там, по Теряевке, как заезжаешь. Пять километров по дампе проехать. Пять километров. Это меньше одной минуты. Потому что там обрыв. С этой стороны вода. И ты опрокинешься, а там почти пять метров лететь. Да к охотнике расстреляли. Я не знаю, 146, что ли, дробинно считали. Все разбомбили там. А вот здесь такие же дети. Я их захватил. Пристыдил. Сейчас новые афиши висят. Никто не трогает. Ну, не афиша, а знаки на дорогах как. Таких возможностей говорить много. Я говорю о себе. Я слепой и глухой. Но все равно же видишь, в чем люди нуждаются. Ты видишь, они не правы. Есть люди настолько скандальные. Даже у нас. Они не могут идти, пока с кем-то не поскандалят. И ушли. Ушли. Ушли совсем. Вот на всяком шагу цепляются. Обличили. Да, обличили. Сказали. Один человек не понял. Вы знаете, у нас какой случай был. Сестра верующая. Ну, обычно как женщина. Храник открыла. Он не течет. Она на кухне, я услышу, звучит. Да и забыла, да и на дачу. А когда приехала в комнате озера, и внизу все, а тех дома нету, до пятого этажа. И она приходит и говорит, беда-то какая. Внизу живет еврейка, вредная такая. И на меня в суд подала. Да, почему она вредная? Ты ее залила. Ты у нее новые вещи купленные, шипонер погубила. И она еврейка виновата. А ты русская, очень хорошая женщина. А это обречение для нее было, да. Я говорю, ты ни слова не говори. Извинись перед ней. Заплати по полной стоимости. Да сверху добавь что-то, пенсию еще одну. Потому что ей надо нанимать, делать, переделать. Да узнай до этажа, до нижнего где-то. Вы в каждом деле находите. Вот сестра-то хорошая, но ее задело. И она стала говорить эти слова. Мы каждый день встречаемся там, где Господь ставит знак. Ты нужен. Обречи. Господь не говорит как-то, через нас говорит. Нашими ногами Бог ходит, нашими руками это делает. Прочитаем еще несколько мест. Из Икииля 33 от 6 до 9. Повтор. Но в другом ракурсе. 33 от 6 по 9. Если же страж видел идущий меч и не затрубил трубу, и народ не был предостережен, то когда придет меч и отнимет у кого из них жизнь, сей схвачен будет за грех свой, но кровь его взыщу от руки стража. И тебя, Сын Человеческий, я поставил стражем Дома Израилеву, и ты будешь слышать из уст Мои слова и выразумлять их от Меня. Когда я скажу беззаконнику беззаконник, ты смертью умрешь. А ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его. То беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей. Если же ты остерегал беззаконника от пути его, чтобы он обратился от него, но он от пути своего не обратился, то он умирает за грех свой. А ты спас душу твою. Спас свою душу. Трубу кустам твоим. Притом эта труба, это означает, это громкое предупреждение где-то. Когда строят вначале стену, то враги кипели вокруг. И тогда в одной руке у них труба, а в другой мастерок. Работали так и стены возвели, знаете, не емясь ездили, когда вернулись из плена. Вот сегодня такое же дело. Вы видите, сколько людей погибает от пьянства. Сделайте так, чтобы дети ваши нигде не прикасались к вину, никак. День рождения, ну ладно, там, лимонаду нальем, щекнемся. Щекнемся, у русских, значит, у ума лишиться. Другой перевод-то есть, щекнемся стаканами. Ни под каким видом не разрешайте. И чтобы одни они, где они могут чего-то добыть или в интернете безраздельно шаствовать, не допускайте. Интернет это глубокая, страшная яма, когда люди лезут не туда, куда надо. Хотя это сокровищница. Наши материалы все там, насчитанная Библия, златоуз, жития святых. Берись, только ткни, и тебе будет в комнате щитец бесплатно считать тебе все это. Посмотрите, мы как-то сказали, было время, по интернету, молодые девушки, ребята, не знакомьтесь. А как? Есть знакомые, другие общины приезжают, знакомые. И находятся хорошие женихи, хорошие невесты. Это Бог так делает. Как? А родители должны этим заниматься. Раньше свахи занимались. А сейчас так, электронная. Ну, говорят, как, он разошелся один раз, а теперь его приняли. Напиши, что тебе надо. Она была вот такая, немного пониже меня была. Другое вот такое у нее было. Любила петь, чтобы рано вставать. Он все перечислил, перечислил. Ну, снисходительное там к себе сказал. Я люблю там спать долго. Ну, ему сказали, хорошо, через день придите. Ему выдали, он посмотрел, знакомый написал письмо. А это жена его, с которой развелся. Надо обратно сходиться. Никого лучше-то нету. Вы уже знаете друг друга. Электронная сваха выдала, это, конечно, интересно. Спрашивают, обречать надо. Обречать. Вы бы знали строгие законы. Если она выходит замуж, она не девственница физиологически. Приведите к дому отца. Не наказывайте, к дому отца подведите. И каждый идите с камнем. И сразу начинаете хлистать ее камнями, куча камней, и подниме она. А если дождь священника, по-другому. Каждый несите полено. Разжигайте костер, и должны жечь. Это говорит Святая Библия. А сколько таких случаев было, не знаю. Я знаю только одно, что это страшно. Идет битва, и сказано, ни к чему не прикасаться. Но один увидел одежда такая, но одежда не наша была, трудная доставать была. И слитки там серебра, золото. И он принес и закопал, где на чем шатер опирается. Израиль не терпел никаких сражений, чтобы его победили. Он выходил, заранее зная, они победят. Ни одного не было погибшего. Тут сразу 32 человека убили. Кто это, что сделал? Никого нету. Давайте, 12 колен, по коленам прошли. Обречить-то некого. Дальше пошли по племенам, по семействам. Дальше по одному идите. И был указан на хан, сын Зары. Так, сын мой, Бог открыл. Скажи, что ты сделал? Я увидел вещь такую, я так полюбил ее. Где она? Да, зарытая. Там побежали, не наше закрыли. Что? Погибла вся его слава. Жена, дети, шатер, хозяйство. Все должно быть уничтожено. Они выжили до основания. Это говорит нам книга. Книга, книг, Библия. Вот как. А мы как? Да ладно, сойдет. Нет, не сойдет. Мы должны скорбеть и плакать, и простить эпитемию. По интернету все время спрашивают. У меня было такое, я отступал. В будущем верующим стал наркоманом. И священник, что 40 поклонов, там сделай до субботы по 40 поклонов. Ну какая же это эпитемия? Эпитемия это очень строго. Были такие каноны, отлучали на 30 лет. Если человек занимался, как Кашпировский, где-то 18 лет. Если ходил хоть раз, там от чумака наговоренной воды выпил, то 5 лет. Если не кормил, просто завел в комнату, его накормил, 2 года отлучается. Включите это сейчас, у нас в церкви-то никого не будет. Как стоят, как одеты. Никто никому ничего не скажет. Я захожу в Якольский собор здесь. Заходишь, дверь закрывается за тобой. Ну, храм направо киоск и налево. Направо в очереди стоит мужчина в шапке и дымящиеся папиросы и собака рядом. Да выобразить даже нельзя. Я потихоньку ему говорю, выйди. Машу ему пальцем, выйдем на улицу. Он отошел. Моя очередь здесь была. Другим говорит, что я приду, чтобы здесь. Вышел я и говорю, в церкви нельзя курить. Нельзя. А что же никто не сказал? Да и с собакой нельзя. Храм освещать надо. С собакой нельзя. Так она на мордике. А на мордике, Слово Божие, ничего не сказала. Ну и дальше ему показывали. И в шапке-то снять надо ее было. Никого нет. Сразу же убегает молодой человек. Одетый. Видимо, прислужит в алтаре. Что ему сказали? Я говорю, я сказал, что с собакой нельзя в храме. Нельзя в шапке. Нельзя курить тут. Идите к своим баптистам, там учите. А тут не трогайте. Деньги. Они ослепили глаза. То есть человек в храме стоит. Храм на центральном проспекте. Это полковая церковь. Я никогда был такой неразумный. И ладно, еще не ударил. А то этот материт выйдет оттуда из алтаря. А они там крепкие ребята. Я один раз хотел патриарху показать письмо. Написал Пимену-то. Ну и безобразие. Такие в церкви-то делаются. Потом патриарх Алексей скажет, каких бандитов на принимали в церковь. Хватили при расчете денег в старость. Я убежал с деньгами. А храм строили. Я вот так, когда голосовился патриарху Пимена, и потихоньку ему письмо даю. Я и не видел, сзади стоят охранники. Он вот так охранник. Мне-то около 30 лет. Я прочно стою. Он вот так, по-каракой, что я чуть не улетел. Но я письмо это отдал. И кутру голос Америки передали его уже. На весь мир. Подать нельзя. Может, только колесам кланяться. А это машины, их называли членовозы. Итак, еще немножко потерпите. 34 глава, 10 стих из Икиилия. Мы говорим о безразличии. Не будь безразличен. Бог строго накажет. И его кровь, которую ты обречил, ложится на тебя. И его кровь я обречу от тебя. А он не послушай. Бог берет это на себя. А вот вы книги подарили в библиотеке. А их там выбросят. Я их подарил для Бога. И потом Бог за них отвечает. Мне они уже не принадлежат. Итак. Так говорит Господь Бог. Вот я на пастыре. И взыщу овец моих от руки их. И не дай им более пасти овец. И не будут более пастыри пасти самих себя. И из сторону овец моих из челюсти их. И не будут они пищу их. Представим себе. Огромная толпа. Тысячи священников. Епископов. И тут вдруг голос с неба раздается. Это так и есть. Не дам больше вам пасти. Вы пастете самих себя. Главное, чтобы отчисляли. Отстегивали, как говорят. Деньги, какие положены в епархию. А епархия строит и строит храмы. Они не нужны. Теперь ни электричества, ни на свет, ни за землю платить денег нет. Зачем они? Первые христиане ежедневно собирались по домам. Нет, ни одного храма не было. Вот у нас мы вынуждены так и делать. Мы все время в разных местах были, уходили. И опять это частный дом. Так это храм или храм? Храм, где совершается литургия в гейсантиминс. Тут определение. А не купол на крыше. И еще одно место просчитаем. Деяния апостолов. 20-я глава с 26-27. Хотя можно взять и раньше. С какого стиха? Так. Деяния апостолов. 20-я глава. Как апостол Павел прощался с ними. Ну-ка, 26-27 стихи прочитать. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех. Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями. Постит церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью своею. Ибо я знаю, по отшествии моем войдут к вам лютые волки нещадящие стадо. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодроствуете, помятуя, что я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. Вот представьте, какое прощальное слово. Апостол усилил слова Иисуса Христа. Иисус говорит, посылай, как овец среди волков. Овец это верующие, неверующие, это иудеи, которые гнали, это фашисты, коммунисты, там демократы, все, это все, которые гонят верующих. Они нас любят, эти люди-то, в мире. Если на работе я выполняю норму, да любой из нас. Почему не любить-то? В семье порядок. Но они не любят Христа. А Христос в нас. И поэтому они нас ненавидят. Ненавидят не за добрые дела. За добрые дела кто будет ненавидеть-то? Тем более жертвуем, участвуем в таких благотворительных целях. Страшно то, что люди не знают Бога. И поэтому в разговоре, с кем бы ни встретились, говорите о любви Божией. А в церкви, Господь говорит, там волки, а здесь лютые волки. Лютые означают бешеные. Ну, бешенство у лисы бывает и другие. Она укусила, все бешеные делаются. И к вам войдут люди, которые будут говорить превратно. То есть переворачивать все слова. И цель какая, чтобы увлечь за собой. И это Павел говорил в первоапостольской церкви. Он обречал сегодняшних. Слово обречения дошло до наших дней. Да поможет нам Господь видеть нуждающийся в нашем обречении. И самим нам с радостью принимать обречения, если они соответствуют действительности. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Спасибо.